Добрый день, уважаемые пациенты, и сегодня мы поговорим о новообразованиях. Не в широком плане, а о новообразованиях определенной локализации. Я хочу с вами поделиться своим наблюдением, которое случилось совсем недавно. Обратилась пациентка с изменением ногтевой пластинки. Ну, как обычно, она сначала обратилась к дерматологам. А дерматологи, увы, сослались на грибковое поражение. Были взятые посевы, материал на микроскопию. Убедительных данных за наличие грибковой инфекции получено не было. Но, тем не менее, учитывая клиническое течение, изменение ногтевой пластинки, ногтевая пластинка треснула пополам, изменилась в цвете, было назначено противогрибковое лечение. Как обычно, пациентка достаточно пунктуально исполняла назначенное лечение, но результата не было. Время шло. Пациентку смущало дальнейшее изменение ногтевой пластинки, которое распространялось, ногтевая пластинка приподнималась над своей поверхностью, над поверхностью окружающих боковых ногтевых валиков, и это вызывало ее беспокойство. На момент осмотра ногтевая пластинка фактически была расщеплена на две половины, центральная часть имела грязно-серый цвет, и возникли подозрения о том, что, возможно, это новообразование, которое растет с ногтевого ложа, то есть с той поверхности, на которой лежит ноготь. Было принято решение о выполнении диагностической биопсии, так называемой панч-биопсии. Панч – это особый прибор, с помощью которого мы забираем кусочек кожи, ткани с поверхности кожи. Что было и выполнено. По результатам исследования обнаружилось, что у пациентки начальная стадия плоскоплеточного рака. И никакого отношения грибковой инфекции это заболевание не имеет. Поэтому все усилия, предпринятые ранее по лечению этого заболевания, не увенчались успехом. После получения этого результата, пациентке было назначено соответствующее лечение, направленное на коррекцию этого изменения. Была снята ногтевая пластинка и назначена фотодинамическая терапия на поверхность ногтевого ложа. Это один из способов лечения начальных стадий плоскоплеточного рака. Ну вот такое удивительное наблюдение, которое говорит о том, что внимание к изменению ногтевых пластинок, которые обращают пациенты, оно в ряде случаев заслужено. И какие-то лекала, по которым можно лечить всякое изменение, они не работают. Каждый случай уникален, каждое изменение уникальное, и все это требует диагностического поиска, умения и знания врача, и трепетного отношения пациентов, прежде всего, к своему здоровью. Благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok